МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информационный блок областного телеканала Аист продолжит международная информационная программа «Середина земли». Я Никита Митриков и мои коллеги в регионах уже готовы познакомить вас с самыми интересными новостями соседей при Ангаре. Коротко о главных темах этого дня. Больше года уже не ловят омуль. Действованы ли ограничения? Новации в школах. Читинские ученики представили свои проекты на специальной конференции. Экономика Китая, структурные реформы возрождают промышленность северо-востока КНР. Начинаем блок новостей из Бурятии. Больше года назад на Байкале запретили ловить омуль. Исключения не сделали даже для рыбаков-любителей. Мера была вынуждена, чтобы популяция рыбы не исчезла совсем. Имеют ли ограничения эффект, на который рассчитывали? Эту тему брятские власти обсудили с федеральными. Подробнее в сюжете моих коллег. Полный запрет на вылов омуля в Байкале вводили еще в 70-е годы прошлого столетия. Он сработал и уловы увеличились до двух с лишним тысяч тонн в год. Правда, уже в 2015-м снова забили тревогу. Популяция омуля катастрофически сокращается. Ограничения на любительский лов в 2017-м ввели даже для коренных народов, чего никогда не было раньше. Ловить деликатесную рыбу разрешили только зимой со льда Байкала удочкой до 5 килограммов на человека. Мы заинтересованы в том, чтобы максимально эффективно и быстро восстановить популяцию омуля, восстановить биологические ресурсы Байкала и создать условия, чтобы и Байкал был в сохранности и в долгосрочной перспективе, но и в то же время, чтобы люди могли жить и иметь работу и стабильный доход. Несмотря на запрет, с прилавков омуль никуда не исчез. Купить рыбу можно без проблем практически везде. Специалисты признают, контролировать промысел сегодня практически невозможно. Вся надежда на искусственное воспроизводство. Закладка икры на рыбзаводах рекордная – больше полумиллиарда особей. Икры заложены в 8 раз больше по сравнению с прошлыми годами, поэтому, в принципе, идет все положительно. Реконструкция заводов тоже выходит уже, так сказать, на какую-то определенную финишную прямую, что в 2021 году должен начаться уже сам ремонт. После реконструкции Большереченского и Селингинского заводов в Байкал планируют выпускать до 2 миллиардов личинок и по 2 миллиона – молоди омуля и осетра. Говорить о полном восстановлении популяции омуля сегодня слишком рано. Пока мы говорим о том, что 3 года мы все равно этот запрет с учетом биологического обоснования будем держать. То есть до 2021 года никаких решений приниматься не будет. Запрет на вылов омуля в Буятии не пугает не только простых жителей, но и тех, кто охраняет рыбу от браконьеров. На днях 6 лет колонии получил бывший начальник рыбоохраны Ангаробайкальского территориального управления Росрыболовства, который присвоил себе 150 хвостов омулей. Напомним, сегодня штраф за одну штуку составляет 3640 рублей. В нерестовый период сумму за одного выловленного омуля умножают на два. Единственная полная копия атласа тибетской медицины вновь предстанет перед зрителями. Национальный музей Бурятии в третий раз покажет сокровищный сознание. Последний показ был 10 лет назад. Почему стоит это увидеть своими глазами, расскажут корреспонденты телеканала Тивиком. Будущему реставратору Татьяне крупное повезло. Она уже две недели копирует атлас тибетской медицины. До недавнего времени лицезреть реликвию не мог никто. Это вообще потрясающий труд. 76 тестов, кажется. Я не представляю, как можно было все это создать. И это все хранит огромный смысл. В отличие от традиционной медицины, в Тибетской большое внимание уделяется душе и профилактике. Ее основа – осмотр, кольцевая диагностика и опрос. Это отразилось в более чем 10 тысячах иллюстраций. На обновленной выставке особое внимание уделили бурятской ветве. Все лекарства, которые в атласе представлены, это тибетские лекарства, недоступные для нас. И наши МЧЛА мы нашли 80% аналогов. И поэтому мы показываем эти гербары для того, чтобы показать, что действительно была бурятская ветвь, научно-исследовательская деятельность, и у нас были выдающиеся МЧЛА. Первыми зрителями после долгого отдыха экспонатов стали художники, общественные деятели и научные работники. Последний раз атлас показывали 10 лет назад. Это, во-первых, шедевр в полном смысле этого слова. Если брать изобразительное искусство, вы посмотрите, как очень тонко доводится до любого читателя особенности человеческого организма, особенности его болезней. Готовы открыть ценные знания и молодежи. Для нее и всех продвинутых посетителей подготовили технические новинки. Точечка, видите? Так, вот. И выходит эта картинка, да? 40 иллюстраций попали в базу мобильного приложения «Артефакт». Действует оно почти во всех музеях России. Подносится любой смартфон к QR-коду и далее распознается через QR-код лист. И выходит как бы три точки на этом листе, по которым вы нажимаете. Во-первых, можно прочитать более подробно про экспонат через смартфон. Во-вторых, можно прочитать про выставку. Познакомиться с реликвией можно любым удобным для вас образом. Например, Татьяне по душе живое общение с экспонатами. Единственное, о чем она жалеет, что не знает санскрит. Но особые тайны всегда рад открыть экскурсовод. Переходим к новостям Забайкальского края. Пять читинских школ принимают участие в программе «Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения». В то время, когда все читинские школьники отдыхали на каникулах, некоторые старшеклассники представляли свои учебные проекты. Как выглядела их презентация и для чего она нужна, смотрите далее. В 2017 году к программе «Федеральный государственный стандарт среднего общего образования» присоединились пять читинских школ. С каждым годом их количество планируется увеличивать. В этом году состоялась первая презентация работ выпускников. Цель какая? Чтобы ребенок закончил школу и имел четко сформированные профессиональные представления, что будет с ним дальше. Они все пришли в 10-11 класс не случайно. Это очень важно. Ребят, сомневающихся в своем выборе, нет. Проект является обязательным условием реализации стандартов среднего общего образования. В этом году школьники участвовали в новой для нашего края программе «По желанию». Позже каждый выпускник будет защищать индивидуальный проект. «Вы сами прекрасно знаете, что жизнь сейчас стремительно меняется, и ребенок должен уметь в жизни приспособиться практически к любой ситуации. При написании проектов дети ставят цель, определяют задачи, механизм достижения своей цели, получают готовый продукт». Свои проекты представили 15 учеников 11-х классов. Тем они выбрали самые разные. Например, «Как увидеть русскую литературу», «Робот с техническим зрением», «Близнецы». Владимир Новоселов разработал экономически выгодный вариант беспилотного самолета, предназначенного для мониторинга природных явлений и стихийных бедствий, таких как паводок, наводнения, пожар и даже для выявления браконьеров. «Самолет сделан из пенопласта, его технические характеристики. У него крейсерская скорость составляет 55 км в час. Также он может находиться в воздухе более часа. Проверяли дальность, получилось 11 км, но это еще далеко не предел для этого самолета. Стоимость весь этот проект укладывается в пределах 80 тысяч рублей». Повсеместное использование программирования натолкнуло Владимира Зарифова создать устройство на платформе «Ардуино», которое поможет человеку в быту. «Даже человек, если в школе, на работе, может просто взять свой телефон, открыть переложение нужно и посмотреть, какая у него температура дома. Или же можно еще до работы, то есть включить свет, включить телевизор, включить пылесос. Все это можно сделать на плате «Ардуино». Уровень политической культуры жителей Забайкальского края. Такое название проекта Данила Дубровина. Для раскрытия темы работы ученик провел анкетирование жителей Читы. Участие в нем приняли 210 человек. Первый блок вопросов оценивал активность участия граждан в политической жизни края. «Могу сказать, что взрослые 58% имеют элементарным багажом знаний, у школьников это 49% и у студентов 52%. Политики, надо сказать, оценивают уровень как ниже среднего». За участие в конференции каждый ученик получил диплом, который будет весомым дополнением к портфолио будущего студента. Неумытый частный сектор Читы дурно пахнет. Сколько бы раз в месяц, неделю его не причесывать, эффект бескультурья, что называется, налицо. Договоры на вывоз мусора в частном секторе жители заключают неохотно, а если и заключают, не платят. Стихийных свалок во дворах неблагоустроенных домов зафиксировано более 400. Первые строчки мусорного хит-парада по праву принадлежат улице Таежной. Бессменная картина здесь в любое время года. Бороться с бескультуре местных жителей, говорят городские власти, тяжело. Льют помои себе под окна. От захламленного отходами внешнего мира отгородились забором. Однако и тот уже не спасает. Мусорная реформа в Забайкалье, по прогнозам, должна была состояться еще до 1 января 2019 года. Однако регион оказался не готов к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Инфраструктура не определена, терсхема не доработана. Наконец, не утвержден и тариф за услугу. Есть здесь и проблемные участки. Это Читинский район до сих пор не выбрали участок под полигон. Могоитуйский район, Анонский, Шилопугинский. Могочинский район ведет работу, но еще не завершена. И Каларский район. Еще один блок – это несанкционированные свалки. Накоплено огромное количество отходов. Можно обозначить, что только тех свалок, которыми пользуются наши населенные пункты, их 385. Но не считая тех, которые образовались вообще стихийно, в ближайшее время должны быть убраны. Но здесь стоит вопрос с финансированием. Пока в Чите от мусора очищено около 40 мест. Совместно с Минперироды, со стихийными свалками борются и городские власти, управляющие компанией «Рекоператор». К слову, на мусорную реформу «Алерон Плюс» уже потратил порядка 100 миллионов рублей. На эти деньги закуплены 18 единиц техники, более 250 мешков для сбора отходов. Оборудованы контейнерные площадки, в том числе и по раздельному сбору мусора. Пока для пластиковых бутылок. Они подлежат вторичному производству. Их переработкой будет заниматься один из местных предпринимателей, уточнил гендиректор «Алерон Плюс». По прогнозам Минприроды, терсхема должна быть утверждена уже 1 сентября 2019 года, с учетом процедуры общественных слушаний. Управляющие компании, которые продолжат упорствовать и откажутся заключать договоры на вывоз мусора, будут наказаны рублем. Впрочем, как и за неисполнение предписаний контролирующих органов, за пользование чужим, по сути, имуществом и несвоевременной уборкой мусора. На борьбу с отходами, говорят в администрации города, было выделено чуть больше полутора миллионов рублей. Дополнительно поступило 300 тысяч рублей на Антипиху и около 750 тысяч рублей на ликвидацию стихийных свалок. Коротко о других заметных событиях соседних регионов и стран. Второй байкальский тоннель протяженностью почти 7 тысяч метров будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Об этом сообщил журналистом Олег Аглоблин, заместитель начальника отдела управления комплексными проектами развития Восточного полигона Департамента капитального строительства ООО РЖД. Как и первый, этот тоннель будет однопутным. 25 марта впервые в Монголии появился на свет мальчик весом в 5 килограмм 750 граммов. Он стал восьмым ребенком в семье. 33-летняя роженица родила сына естественным путем без какого-либо хирургического вмешательства. В Китае запустили сеть пятого поколения мобильной связи в масштабах административно-территориальной единицы. На церемонии присутствовал вице-мэр города У Цин. Он совершил первый телефонный звонок при помощи смартфона с поддержкой 5G. Собеседник чиновника, который находился в нескольких километрах от него, отметил высокое качество звука. Далее в программе другие интересные новости Поднебесной. Буауасский азиатский форум завершился. Какие пути решения глобальных проблем были предложены участниками форума? Подробно расскажут в следующем сюжете мои коллеги из Пекина. В этом году форум Буау проходил в период неопределенности. Темпы мировой экономики замедляются, принципы мультилатерализма под угрозой. Возглавить борьбу с глобальным кризисом сегодня готовы страны Азии. В четырех основных докладах, опубликованных на форуме Буау, говорится, что азиатские экономики становятся все более интегрированными. Разрыв между развивающимися и развитыми сокращается, а экономические перспективы становятся все более многообещающими. Построение более сбалансированной и здоровой глобализации принесет ощутимые выгоды всему миру. Именно поэтому азиатские страны должны и далее тесно сотрудничать друг с другом. Идея о том, что ни одна страна не может справиться с глобальным кризисом самостоятельно, многократно озвучивалась на форуме в Буау. Участники дискуссии призывали к дальнейшему реформированию ВТО. А также сошлись во мнении, что пояс и путь, хоть и является инициативой Китая, направлен на взаимовыгодное развитие всех стран. Любой проект, осуществляемый любым инвестором в любой стране, расположенный вдоль пояса и пути, уже является частью данной инициативы. Если этот проект способствует усилению межрегионального сотрудничества. Одно из главных посланий всему миру. Китай и дальше будет продвигать политику открытости. Об этом на форуме в своем выступлении говорил премьер госсовета КНР Ли Ки Цян. Мы будем и дальше открывать наш сектор услуг, особенно сектор финансовых услуг. В скором времени будет обеспечен полный доступ иностранных инвесторов на рынки ценных бумаг, банковских и страховых отраслей. Общее будущее, согласованные действия и общее развитие. Форум Буао, собравший более 2000 делегатов из 60 стран и регионов, завершился. И он посылает мощный сигнал о том, что только глобализация и мультилатерализм могут спасти мир от его проблем. А теперь из Буао на юге Китая перенесемся на противоположный край страны, чтобы посмотреть, к чему на практике приводят структурные реформы. Прежде Северо-Восток был главным промышленным центром страны. Его строили в сотрудничестве с Советским Союзом. Но затем заводы обветшали и стали убыточными. О том, как решают проблему старого производства, репортаж корреспондентов Сиджитян Русский из провинции Ляунин. Этот завод в городе Хулудао был когда-то крупнейшим производителем цинка в Азии. Но за несколько десятилетий передовые технологии и оборудование устарели. Предприятие стало проигрывать конкурентам из-за низкого качества и высокой себестоимости продукции. Шесть лет назад завод оказался на грани банкротства. Это было очень трудное время. Моя старшая дочь только что поступила в колледж. Жена сильно болела и не работала. Нам пришлось занимать деньги. Мы жили в долг. Тогда центральное правительство объявило Северо-Восток Китая регионом повышенного внимания. Чтобы реанимировать промышленность, здесь провели масштабную реформу. Власти закрыли мелкие угольные шахты, некоторые заводы снесли, другие модернизировали, а многие предприятия отдали в частные руки. В соответствии с планом страны, провинция Ляунин ликвидировала избыточные мощности на производстве. И теперь реформы начинают приносить свои плоды. Повышается конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей тяжелой промышленности. Акции цинкового завода, на котором трудится Джун Ильинь, купила частная компания. Новые собственники начали спасение предприятия с повышения эффективности. При этом ни один из 7 тысяч сотрудников не был уволен. И, как признается Джун Ильинь, его зарплата выросла вдвое. Нам удалось вернуть завод к жизни, проведя здесь реформу, внедрив новые технологии и современную систему управления. Теперь перед нашими рабочими не маячит угроза нищеты. Но еще важнее, что тысячи уволенных заводчан не стали угрозой стабильности в обществе. Китайский опыт того, как начистить ржавый пояс до блеска, вернув сталелитейной промышленности былую силу, может помочь тем, кто сейчас переживает подобные проблемы. Не случайно участники форума в Буао призывают государство Азии к согласованным действиям и общему развитию. От состояния экономики Китая во многом зависит самочувствие соседних стран. И наоборот, деловой успех партнеров влияет на дальнейший рост Китая. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Продолжайте следить за новостями соседей при Ангаре в следующих выпусках программы «Середина Земли». Я Никита Митрюков, с вами прощаюсь. Оставайтесь на Аисте.